Вы говорите, что вы приводите слова из Евангелия от Матфея, глава 11, стих 30. «Ибо иго моё благое, и бремя моё легко». Вот правильно постараюсь сформулировать. Вы говорите на самом деле, что бремя-то, оно ведь... Конечно же, как сказать, сейчас подождите, непросто, оно легко, конечно, потому что если Христос сказал, что бремя лёгкое, то тем не менее мы не можем, допустим, как бы друг друга немощи нести, тяготы друг друга. А как мы сможем понести иго Христова? В чём заключается вот лёгкость этого бремени? В любви. Если кого-то любишь, то за него что-то сделать, принести – это радость. А когда с человеком, ты не знаешь, куда оно выйдет. Может, он под каким-то намёком делает. Или у него другое намерение, если ты это сделаешь. Бремя – это всё, что кажется нам обременительным, не совпадает с нашими планами на один день и на всю жизнь. Здесь нужно быть очень внимательным. А я знаю от Бога, что? Гонение. Вот гонение. Это то самое качество, о котором апостол Павел часто говорит. Поношение тебя. И ты что, принимай это? Это 5.12.16 говорит у Матфея. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда от Господа. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. А что-то другое – бремя. Это человек должен десятки раз посмотреть, что за этим стоит. Вот я тут слушаю, вы, там кто-то пошёл и сказал, чтобы без прививки приняли на работу. Дело в том, что первые христиане, тогда было другое дело – идолопоклонство. И точно так же записывали, как записывали, когда Дева пришла в Вифлеем, и был указ дан, такая же история и здесь. Вот как надо на это смотреть? От Бога это или не от Бога? И тогда по Слову Божию, если ты Слово Божие знаешь и любишь, ты сразу понимаешь – сегодня, да, тяжеловато. Охота доказать, что не такое, как вы думаете. А это не надо делать. На все его выпады, которые делает не человек, а человека, буянный злым духом. То есть речь идёт о борьбе с сатаной. Ты получишь награду. И потом бремя его лёгко. Вот в чём всё это заключается. И ты сразу вспоминай тех, кому намного тяжелее. Непереносимо тяжело. Где-то покушение. Ну, у меня он говорит. Вот выступает против меня каждый день. Десять, пятнадцать человек я блокирую каждый день. Такие мерзости. Ну и больше всего, видишь, он туда попал. Он оскверняет мои ресурсы. Я имею право, оно дано мне системой. И всё на этом. Но я о них, о всех молюсь. И поэтому болезнь, гонение, это вот два фактора, которые прямо от Бога. И поэтому болезнь нелегко нести. Даже я узнал вот сегодня близким, очень близкий мне человек, оказалось, что проверка подтвердилась, онкология. Я сейчас письмо вот написал. Как же можно было молчать? Я бы уже сколько дней и ночей молился об этом. Человек думает, потому что что болит, когда человек состоит из такого, что есть у него органы, которые закрывают, украшают. Это об этом говорит. А вот два, о чём Слово Божие говорит, златоуст считается, положение. Это гонение и болезни. Это бремя Божие. А всё остальное легко присваивает человек себе. Вот и всё. Вот у меня, спаси Христос, у меня второй вопрос. И дальше уже предоставлю другим задавать. Значит, вопрос такой. Это меня спросили узнать. Как приучить ребёнка к чтению? К чтению. Я ребёнку 11 лет. Опоздал на 11 лет. Надо было этому учить, когда он в утробе был. Перед зачатием надо было учить. Вот так. Это у овец такое. Вот овечки, они голова к голове, в плотной массе идут. А коровы минимум 2,5 метра надо им. Иначе она рогами подденет, одна другую. А вот, а теперь вот он объягнется. Вот корова отелится. А овса объягнется. Собака щенится. Вот у русских сколько. А в других языках нету одно слово. Разрешиться от бремени. И вот ягнёнок в утробе матери знает. Только родится, а они же идут толпой. И мать-то потеряла его. И он ей голос отдаёт. День всего только от рождения. И они в этой сутолоке, овечьей, находят друг друга. А почему? Воспитание началось, когда в Ащеве был. Будьте умными овцами. Вот тогда будет, да. А в 11 лет всё уже потеряно. До 4 лет самое главное. Лев Николаевич Толстой жил 82 года. И говорит, половина моей жизни, что я получил доброе, это получил до 4 лет. Это действительно так. А это в 11 лет приучить. Это какая-то обстановка должна измениться. И чтобы он видел, что сочтением Слова Божия меняется вся структура, где они находятся. Гонения прекращаются. Друзья. А так нет. Потерянные. Но ты будешь заставлять. И он будет сидеть. А он думает о другом. Он уже вкусил эту мирскую блевотину. Его уже оттуда не повернёшь своей силой никак. Он бредит этим. Его сны на эту тему. Так что ответ один. Опоздал. У нас Архимандрит один знакомый близкий. Он говорит, сестра, ребёнку 2 недели. Она спрашивает, когда начинать учить. Я говорю, на 2 недели опоздала уже. Ты должна петь песнопение духовное. Читать Слово Божие вслух. Это он не говорит ничего. Но это у него на другом уровне. Подходит к нему. Ну и естественно. Ребёнок тогда знает. Показывает. Я думаю, что видимо не о православном. Кто-то пришёл. Отец как? Отец считает Слово Божие. Нельзя прерывать. Она заглянула к нему. Маленько постоял. Ну посмотри. Сейчас нельзя говорить. Папа с Богом разговаривает. Он молится. Ребёнок это знает. А вот возьмите, когда мы видим Спиридон Кисляков. Я, говорит, бегаю где-то. А мать... Забегу домой. А мать молится. Он не слушается меня. А сама плачет. Я, говорит, на колени встану с ней вместе. Это молюсь и плачу. И вот такой Спиридон и вышел. Никто его не превзошёл в том, как он отнёсся к военной своей службе. Какую оставил книгу для нас. И кто считал, тот знает. Она у нас начитанная есть. Вот как. От родителей... Ребёнок спит. Почему не разбудили? Ну рано. У нас условия здесь, где мы находимся, лагерные. Ребёнок обязан быть на молитве. На молитве нет, нет домашней церкви. Поднимайте его. Я уже для них жестокий. Поднимайте, не стойте. Время молитвы идёт. Ну что же такое? Начинаю стонать уже. А потом он пойдёт и ляжет. У меня на квартире жила сестра. И у неё студентки. А площадь-то небольшая позволяла. А жить негде. Я за квартиру не взял ни рубля за всю жизнь. И сколько их там? Две, три было. Условия одно. И встаём рано на молитву. А потом ложитесь опять до занятий. Меняется вся картина. Домашняя церковь. Невеста Христова. И всё это, когда мы не любим мир, не того, что в мире. А в мире любят спать. Я встану рано, говорит Давид. Предваряю рассвет. Рассвета нет. Не солнышко, а рассвета. Даже не начинает. Предваряю рассвет и взываю. То есть раньше. Ну, когда самые большие дни, это, как кажется, один результат. А вот когда уже зимой, да рано, да нигде никого нет. А ты на это не смотри. А что для этого нужно? Встать гимнастикой, заняться, кровь свою расшевелить. Всё, готов. Открывай, Слова Божие. Вот как ты будешь. Наша мама, наша Мария Егоровна, она заложила это. Молитва. А Библию не знали. Я её получил первый раз в руки в 23 года. Но она, мать, говорила, и мы боялись этого. В школе пить нельзя. Люди неверующие. А школа далёка. Большая перемена, 15 минут. Я со всех ног бегу. Выпил стакан воды и бегом обратно. 10 лет учился в школе и ни разу не напился. А почему? Мама сказала, авторитет. А мама неграмотная, не считала, не знает. В 60 лет научилась считать. Наиболее что я считала, а каписты. Молилась. Вот такой ответ. Дальше. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Братья, задавайте вопросы. Мне говорили люди сколько раз, говорят, вопросы. Записали, приехали. А вы на занятиях наши вопросы отмечаете прямо в том порядке, в котором у нас написано. Как вы знали? Никак. Нынче кто с нами был, когда мы ходили здесь по полям, где я вырос? И как сапог потеряли? Как это их удивило? Мы растянулись в цепочку. А ветер-то в обратную сторону дует. А последние мои сапоги взяли на велосипеде. Я босиком идем. На всякий случай взяли сапоги. Ну и велосипед я ему отдал. И он самый последний идет. Вот идем, трава высокая, идти неудобно, между пальцами попадает. Потом я сказал, остановись всем. Сапог-то где? Он глянул, но сапога нету. Прыгнул только назад-то бежать, а он рядом лежит. И вот сколько нас разделяло, там 60 метров. Сапог, он никакого... Как вы могли знать, что он убрал? Повторяю, я этого не знал. Это язык мой только сказал. Ну, они пришли, рассказывают. Мы сами были свидетелями. Сапог упал. И нас никто не видит, последний, кто шел. Один сапог. И он остановился на меня и сразу сказал, где сапог-то один. Как будто они перед глазами у меня эти сапоги были. Это Бог делает. Моего там ничего нету. Богу доверять все надо. Мне вам, Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста. Это Енина Анна Мельник. Я умею шить. И хочу сейчас заняться своим небольшим делом. Как узнать, стоит ли мне что-то свое открывать по шивам, я имею в виду, заниматься, так, чтобы зарабатывать деньги? То есть это будет и налоговое, и все это. Пойдет ли мое дело? Богу угодно ли оно? Вот хотела спросить. Ну, хорошо. На днях у меня тут один такой зашел. И такой же вопрос дает. На работе меня уважает хозяин. Но мало платится. А другой пригласил, он столяром работает. Может быть, здесь он и... Тут тайны-то никакой нету. Что вы посоветуете? Я говорю, в первую очередь, хозяину это скажи. А если там тебе не понравится, а платят в полтора-два раза больше, а что-то не заладится, а тут тебя уважают, и ты вернешься. Примет он обратно? Нет. Дальше. Что отец твой скажет? Ну, и вот все, из всех вопросов-то он поднял это, позвонил своему директору-то. А тот сразу говорит, подождать. Вернулся ему, не уходи никуда, ты мне дорог. И повысил ему зарплату. Вот как Бог делает. И поэтому надо внимательно рассмотреть все подробности. Я же не знаю там у вас, что, как, что думаете заработать, больше это не осуждается. Иов был самый богатый из Сынового Востока. Десятками тысяч измерялось все. А как? Бог дал. А разве Давид или Соломон были бедные? Соломона оставим, Давид. Они обладали всем. Даже думали, что взят куда-то с апостол Павел, там, Фест и другие. С Богом разговаривать надо так, как сказано. Вот Иов, он не исчисюкал. Он прямо к Богу говорил. Буду судиться, я прав буду. Что? Незаконно меня эти болячки постигли-то. Ну, так я не советую говорить. Мы не Иовы. Но все-таки принимать все с благодарением. Рассмотреть. Вот если бы вы отдельно там написали что-то хорошее это дело. Десятина будет больше. Что-то сделайте такое. Деньги-то никогда не помешают, если вы верующий человек. Вот мне сегодня только сообщили, что выпуск проповеди во свете Святой Библии закончился. Сегодня. Это день такой памятный. И уже выставили, показали, как книги выглядят. О-о-о! Семь книг под номерами. И каждая книга 1312 страниц. И 118 или 114 там страниц цветных фотографий. И они стоят с топкой. А как теперь нам-то что было? Ну, они там поддоны называют по-другому. Палят там. Вот сколько, чтобы на одном было, а на другом. Половина, 500 экземпляров оставаться должны там. Братья, знайте, с кем договаривался Вячеслав. Немедленно подготовьтесь. И сразу, чтобы прямо оттуда из типографии взяли. Ну, а остальное тут всего 1000 экземпляров. Это 14 тонн веса. 14 тонн. Всего 1000 экземпляров. Каждая книга 2 килограмма. Материал огромный. Ну, и там есть что? Хватит на всю жизнь. Тысячи проповедей. Притом никому не подражаемые. Просто вот как Господь говорит, так и пишу. Так что, можете заказывать. Сестру Елену, она здесь, Гладычук. Как только приедут, я заранее приготовил контейнер. Контейнер 12 метров 20 сантиметров. Дома отмери где-нибудь на улице и посмотри, какой контейнер. Уже подготовлено все. Но он на шпалы положенный. Не на земле. Я наказываю, что там, где у меня картон лежит, между стенкой, ну, картон там какая, там, миллиметры, чтобы не отпотело. Меня не будет, я в деревне. А они, мой груз, по всей вероятности, вот Елена, она говорит, дешевле поездом. А как? До места довезут? Я не знаю. Она все берет. Дал же мне Бог ее, как менеджер главный. Вот, мой ответ вам ничего не разрешит. То вы отдельно как-то зайдите, чтобы других людей не задерживать. И я кое-какие вопросы вам задам. По делу, чтобы выявить обстановку. И тогда ответ... Благодарю, Илья Кузьминович. Хорошо, договорились, да? Да, благодарю. Хорошо. Все, следующее. Никого нет, однако. Молиться надо. Игнат Тихонович, Игнат Тихонович, а длина 12 метров, сколько сантиметров, сказали? 20 сантиметров. 12 метров и 20 сантиметров. Ширина 2 метра, 2,5 метра. Высота 2,60. Ага, ширина 2,5 метра. Все, благодарю. Да. Высота, ой, высокий какой. 2,5 метра. Ну, мне пришлось заплатить за него. Привезли, а тут никак не поставишь. А я там провода какие. Я не видел эту технику. А они поднимают чуть ли не на 40 метров. Ужас какой. Как подняли дальше, а потом на той стороне опускают. И это мне обошлось 200 тысяч. А у меня денег нету. А то Бог делает так. Ко мне от книг, от другого не присталось за всю жизнь даже полкопейки. Вот прошлые, которые были в 38 томов, из них 75% только бесплатно были развезены по библиотекам, подарены. А полный комплект у меня обошелся в 55 миллионов на сегодняшние деньги. И только в поездке миссионерской мы подарили 650 экземпляров. Где-то 35 миллионов обошлось это нам. Вот Бог так делает. Я нехорошо, может, выразился. Я говорю, Господи, как хорошо, что Ты меня избрал на это дело. Я не знаю, цену, деньгам. Откуда-то пришли, ушли. Мы от них молимся, об этих людях. Стараемся записать, отослать с благодарностью книги. Так что вот эти книги, которые сейчас выходят, я уж не говорю, что не имеют аналогов. Они просто единственные на весь мир. Пока не поздно. Эземпляры очень маленькие. Вот, допустим, к истину православия первый раз издали тысячу экземпляров, второй переиздали три тысячи. А вот этот последний, пять тысяч, что-то возрастает. Тем более, последний был увеличен почти двое книгой. Так, слушаю. Благодарю. Все понятно стало. Мы два дня с Володей здесь, у нас костер делается, где кто тут был, знает. На костре собираемся. И ограда построена вокруг. И там столбы, девять столбов. Мы даже до конца не знали, сколько надо будет менять. Это надо было заранее заготовить. Жердей нет, надо заготовить. И мы все поправились, сиденья подгнили, и все надо поднимать. Тут Володя главная фигура. И это так, где еще подержать. И все сделали. И главное, привезли, когда... И оказалось, ровно девять и надо. Сегодня, главное, жерди заготовили, пять жердей-то. Когда стали делать, менять старые, которые сгнили, ровно пять и потребовалось. Вот, как это может быть? Как говорил один человек, Распутин Новый, Григорий Ефимович, а Бог? Ты в город поедешь, ты развратишься там? А Бог? Доверие Богу. А более оклеветанной личности, чем он не было, наверное, от времен Христа. Я попутно сказать хочу. Вот как. Так что надо готовиться. Кто будет там брать у нас, вывозить. С Вячеславом там кто-то говорит, контейнер уже вроде закупили. Вот так. Пятьсот экземпляров. И которые вблизи, оно меньше будет стоить. Отправлять. Я сразу дарю три комплекта полные в Москву, в библиотеке. Главная библиотека Российской Федерации называлась библиотека Ленина. Вторая историческая и третья парламентская. Там все мои книги. Они каждый раз пишут благодарность. Ну и в нашей, конечно, алтайской шишки, шишковкой называют. Так. Сразу им сообщаю. Они приходят и забирают. Грамоту выписывают. Так. Все. Все. На молитву стремимся? Да. Назначайте тогда, Игнать Тихонович. Хорошо. Хорошо. Анастасия Кучинова есть? Молитва такая. Вот смотри, что. Не отвечает. Надо понимать так, что нет, наверное, человека этого. Владислав Кабачев. Здесь? Здесь. Мы о вас молимся. Лучше нет со здоровьем-то. Да, нога уже... Да. Вот так. Помолитесь своими словами, когда пропоют. Помолитесь. В конце молитвы проставьте Святую Троицу и громко скажите «Аминь». Никто согласен? Всегда говорите «Аминь». О чем говорит апостол Павел? Молитва делается, как ваше. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть я кровоистину, блажите Тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин. Без острения Бога Слова рушую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за это собрание, за занятие, за изучение Слова Путу Его Святого. Да вселится оно в нас обильно, да принесет плоды. Благодарим Тебя за издание проповедей во свете Святой Библии. Да послужат эти драгоценные книги на спасение многих людей, кто будет трудиться, руководствуясь этими книгами, и кто будет слышать заключенное в них Слово Твое Святое. На все да будет Твоя святая воля, слава Тебе, Отец и Сын, и Святой Дух вовеке. Аминь. 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 Спаси Христос. 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 Аминь.